Я уже было хотел сесть трейдить, захожу на рынок и он закрыт на учет. Классика, разработчики, спасибо. Дарова, друзья, у микрофона, как обычно. Капитоны, сегодня в видосе мы порассуждаем, стоит ли вообще покупать новый батл пасс, который называется Курсит Соулс, или же нет. Потому что в последнее время я вижу много комментариев с вопросом, а стоит ли его покупать или нет. Поэтому я подумал, что лучше всего ответить конкретно в этом видосе, поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ну а еще сегодня я разыгрываю для вас вот такой вот замечательный ножик, для участия просто влепи лайкосик на видосик и досмотри ролик от начала до самого конца. Без перемоток, ведь это очень важно. А еще если ты пересмотришь ролик несколько раз, то ты увеличишь себе шанс. И также не забудь, что нужно обязательно подписаться на канал с колокольчиком. Вот столько людей смотрит мой канал без подписки, надо бы это исправить. Также не забудь оставить комментарий под видеороликом со своим айдишником, напиши что-нибудь позитивное, можешь оставлять любое количество комментариев, ругать за спам я тебя не буду. А мы приступаем к видосу, сейчас разберем эту очень важную тему. Начать хочу с того, что на момент записи ролика пас еще будет идти целых 18 дней. Нужно пройти всего 30 уровней, поэтому я уверен, что если вдруг вы каким-то образом все-таки решите приобрести пас, то у вас будет возможность его пройти. Опять же все зависит от вашего желания, и я думаю, что за 18 дней вполне реально сейчас преодолеть отметку в 30 уровней. Поэтому если вы хотите, то вы смело можете его приобретать и проходить. Но опять же, я здесь не для того, чтобы просто сказать, идите и покупайте пас. Моя задача отговорить вас от этого, и сейчас я расскажу почему. Во-первых, начнем с того, что все скины из гул паса по традиции после его окончания выйдут на рынок. Ну это уже так принято, что каждый пас заканчивается тем, что скины вывозят на рынок. И тут начинается самое интересное. Все такие, ооо, ура, скины вышли на рынок, а потом заходят посмотреть их стоимость и видят, что скины стоят просто копейки. Давайте теперь посмотрим на скины, которые нам дают в этом гул пасе, который называется Курсит Соулс. Мы видим аркану на М110, и я уже знаю, что в будущем она будет стоить всего лишь 300 голды, не больше. И видим аркану на чарм, от которой я просто не вижу смысла. Зачем нужно было вводить аркановые чармы в батл пасс? Ради этого игроки будут проходить его 20 дней, ради того, чтобы получить аркановый чарм. Разработчики, но это уже совсем не смешной рофл. Я понимаю прошлые батл пассы, в которые вводили ножи. Ты проходишь этот батл пасс, условно покупаешь его за 500-700 рублей, проходишь его до конца и получаешь нож. И ура, возможно для кого-то это были первые ножи. Возможно даже кто-то откладывал деньги на батл пасс с обеда в столовой, чтобы его приобрести, пройти батл пасс и получить нож. Но тут разработчики берут и вводят чармы. Какой смысл от чарма в батл пассе? Ну вот просто скажите мне, это не скин. Он просто болтается на твоем оружии. Что это такое? Зачем вводить чарм как главный приз в батл пассе? Опять же вы можете написать, что тут есть аркана на М110. Но камон, она не лучше. И не факт, что вам выпадет аркана. Кстати, 5 моих друзей уже купили батл пасс. И по итогу из наград они не получили этих аркан. Одному выпала легендарка, другому вообще ничего не выпало. Только эпики и рарки. Поэтому задумайтесь, что награды в этом батл пассе максимально плохие. И покупать его точно не стоит. Кстати, прямо сейчас спустись в комментарии и напиши, будешь ли ты покупать батл пасс или нет. Я лично этот батл пасс покупать не буду. Прошлый батл пасс, Dragon Rise, был намного интереснее, потому что в конце давали новый нож. Почему нельзя было ввести хотя бы новые скины на старые ножи? Это было бы интересно и возможно я даже бы приобрел батл пасс. Но опять же в то же время, ребята, я не отговариваю вас от покупки скинов, когда они уже выйдут на рынок. То есть я не рекомендую вам покупать батл пасс за рубли. Когда уже скины выйдут на рынок, то вы можете смело приобрести то, что вам нужно за голду. Допустим, мне очень сильно понравился вот этот вот замечательный калаш Night Fury. Когда он выйдет на рынок, я приобрету себе его в статрековской версии. А еще обычно я всегда докупал уровни. В этот раз я тоже этого делать не буду, потому что вообще не вижу в этом никакого смысла. Ну и раз уж мы резко затронули тему скинов, которые впоследствии выйдут на рынок, то сейчас я хочу вам рассказать, какие же скины стоит закупать, чтобы окупиться с этого батл пасса. Да, с него можно окупиться, если закупать скины с рынка, а не брать и закупать батл пасс за рубли, а потом мучиться проходить, его задротить. Камон, ребята, если вы хотите заработать с этого батл пасса, то лучше потратьте время на трейд. На моем канале очень много видосов по трейду, и научиться вы сможете с легкостью. Потому что я уверен, что найдутся люди, которые напишут, что они купят батл пасс за деньги, пройдут его и потом окупятся. Нет, ребята, вы потратите очень много времени, поверьте мне, оно того не стоит. Уж лучше либо купить голду на эти деньги и начать трейдить, либо просто начать трейдить за это время и смотреть какие-то ролики, обучаться, прокачивать навыки, потому что в будущем вам это пригодится. Опять же, я понимаю, что если бы там был бы нож, то его можно было бы смело закупать. Но камон, разве вам нужен этот чарм? По-моему, это какое-то убожество. Ну ладно, ничего страшного, сейчас я расскажу вам, какие же скины закупать из батл пасса, если в будущем вы хотите заработать с этого, то есть закупить скины, подождать какое-то определенное время и потом продать их. Потому что так делают очень многие, так иногда даже делаю я. Поэтому усаживайтесь поудобнее, сейчас я расскажу об этом. Для начала давайте посмотрим на оружие из этого батл пасса. Из всех скинов больше всего мне понравился, как я и сказал, вот этот вот калашик Найт Фьюри. Я спрашивал ваше мнение в комментариях, и вы тоже писали, что это очень крутой калаш, очень крутой скин, вы тоже его хотите себе приобрести. И я уверен, что он будет очень сильно расти в цене. Поэтому я рекомендую вам приобрести данный калаш. Лично мне он прямо очень-очень сильно понравился. Ну, во-первых, потому что он такой синенький, на нем классный рисунок. И блин, ребята, он выглядит реально очень круто. И я уверен, что сначала, возможно, школьники, как всегда, будут сливать свои скинчики сразу, как только увидят скины на рынке. И мы этим, конечно же, ребятки, воспользуемся. Закупим этих калашиков, закупим еще кое-чего. Поэтому смотрите видос, чтобы узнать, что еще закупать. Ну, ребята, воспользуйтесь тем моментом, когда скины только вышли. Вот-вот-вот только вышли на рынок. И сразу закупайте, потому что именно в это время школьники начинают резко руинить скины. И, ну, я не знаю почему, но всегда случается именно так. Умные люди ждут, а такие люди, которые спешат, зачем-то их продают. Зачем? Фиг его знает. Это уже их проблема. Ну и далее, ребята, я рекомендую вам закупить абсолютно любые наклеечки из этого баттл пасса. Неважно, какие наклейки вам нравятся, не нравятся. Приобретите те, которые вам понравились. Они все вырастут. Главное, просто закупите наклейки. И опять же, ребята, рекомендую вам закупать наклейки только строго в том случае, если у вас есть лишняя голда. Если вы закупаете наклейки на последнюю голду, то делать этого я вам не рекомендую. Если у вас вот совсем-совсем плохо с голдой, лучше просто купите какой-нибудь калашик из этой коллекции, Тек-9. Вы будете играть с этими скинами, и они у вас постепенно будут расти в цене. Ну, а теперь поговорим о тех скинах, которые закупать не стоит, ну вот вообще ни в каком случае. Во-первых, не покупайте вот эту вот аркановую М110, потому что скин вообще ни о чем. Его никто не будет покупать, потому что кто играет с М110 в катке? Ну, задумайтесь, ребята, это нелогично, поэтому не закупайте. Также не рекомендую вам вообще закупать чармы. Закупайте наклеечки, скины на оружие, с которыми играют. Вот этот вот калашик очень хорошо подойдет для закупа. И всякие наклеечки, потому что люди их клеят на скины, их количество постепенно-постепенно уменьшается, и они, соответственно, поднимаются в цене. Можете покупать наклейки не из этой коллекции, а из какой-нибудь более старой, потому что старые наклейки все-таки тоже растут. А когда скины резко начинают продавать, то почему-то проседает и весь рынок. Видимо, люди тоже свои скинчики на этом фоне начинают сливать. Грамотно распределяйтесь своей голдой, своими средствами. Не стоит вот так вот в тупую покупать батл пасс. Этот батл пасс неудачный, лично я считаю именно так. Потому что когда в конце дается ножик, это все-таки круто, но когда в конце дается какой-то непонятный чарм, то появляется мысль, что это уже какое-то издевательство над игроками. Ну и напоследок давайте отвечу на вопрос, когда же батл пасс наконец-таки выйдет на рынок? Кстати, он до сих пор закрыт. Ну и на самом деле батл пассик на рынок выйдет где-то через две недели после окончания пасса. Ну, примерно месяц мы еще будем ждать эти скины на рынке. Поэтому, братанчик, мы встретимся с тобою через месяц. А с вами, ребятки, я встречусь в следующем ролике. Всем пока-пока и огромное спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok